Всем добрый субботний вечер! С вами в студии Екатерина Коптева и программа «Соседи по планете». Сегодня мы расскажем о самой маленькой на свете лошадке, о собаке по имени Дорада, которая спасла своего слепого хозяина во время теракта. Побываем в гостях у каргандинской художницы и продолжим знакомить вас с животными, которые ищут дом. Живет в Майкудоке такая семья. Марина Слободкина, мама, художница и волонтер, расскажет о том, как воспитывать счастливых и добрых детей и познакомит нас с пушистыми подопечными своей замечательной дружной семьи. Меня зовут Слободкина Марина. Я работаю педагогом, занимаюсь с детьми ранним развитием или с детьми с особенностями развития. Вот у вас три кошки, три собаки. Как вы дошли до жизни такой? Вообще не собирались доходить до такой жизни. Появился сначала один кот. Вот он у вас, Наташ. Через группу у верного друга увидели объявление, что маленький котенок, а котилась кошка. Ну, самая банальная история, да, во дворе. Пристраивала бабушка какая-то, выставила объявление, попросила там раздать этих котят. Мы забрали одного. Коту жилось очень скучно, по моему мнению, и мы решили завести собаку. Это был подарок мне себе, и я купила себе вот собаку. Ну, а потом, когда завела собаку, то потом просто уже немножко шире стали обращать внимание на какие-то вокруг происходящие вещи. Нашли одного котенка в степи, кто-то выкинул в жару котят. Мы гуляем в степи здесь, и получилось так, что нашли котенка. Вот он, кстати, вот этот вот, с пьяной у рта, он уже дохлый, полудохлый весь такой. Мы его принесли. Я не знаю, сколько он там пробыл вообще. Мы его принесли домой. Честно, думали, сдохнет, простите, пожалуйста. Он уже весь вот такой был. Отвезли в клинику, выхаживали, а он не помер, он остался. И пока мы его выхаживали, пока он там восстанавливался, и они так сдружились с нашим котом старшим, что мы решили его оставить. Ладно. Как-то уже не так страшно второй кот оказался. Вот. Еще одна кошка у нас получилась. Ну, примерно такая же история. На улице в мороз там выкинули, и дочка у меня, получается, пошла забрала. И опять же, пока мы искали ей дом, пока там мы ее выхаживали, тут она уже с дочкой, получается, так сдружилась, что я уже потом не смогла ее забрать и оставила. Так у нас осталось три кошки. Потом мы поняли, что кошки как-то у нас пристроены, а собака одна, я с ней гуляю, мы хорошо гуляем. И в принципе мы можем гулять с еще одной собакой. И вот это вот мелькание постоянно перед глазами волонтерских групп, что вот эти несчастные животные, бедные такие, один хуже другого. И как-то у меня вот эта мысля появилась, что мы можем взять какую-то еще собачку с улицы, кому-нибудь помочь, спасти. И стала смотреть, немножко приглядываться. Маленькую. Сначала мы хотели, честно, маленькую, вот как кошку, чтобы она вот как кошка не вывела нормально. И однажды вот попалось объявление у Инны из Кота-кафе. Она выставила историю вот про эту красавицу. Там была дичайшая история вообще. Мы не знаем, что с ней случилось на самом деле. Ее нашли вот прям реально, как в фильмах показывают, уже кожа до кости. Она слепая была, она глухая, у нее гнила одна лапа. У нее были рваные, на остальных лапах рваные порезы. Что с ней было, непонятно. Ей было на тот период, ветеринар поставил около трех лет, двух-трех лет. То есть как в два-три года собака была доведена до такого состояния, мы так, либо она где-то ее держали в темноте долгое-долгое время. Мы пришли примерно к такому выводу. Либо, может быть, ее били очень сильно, что она получила черепно-мозговую травму, плюс зрение, слух, обоняние у нее было тоже нарушено, плюс вот эти лапы порезанные все были. Она месяц, получается, пролежала в клинике, и Инна постоянно выставляла объявления, что вот, ну, во-первых, естественно, денежку собирать на ее восстановление. И вот как-то так. А мы в тот период, получается, Оксая возили в эту же клинику, ветовет. И раз зашли, посмотрели вживую на нее, два зашли, посмотрели на нее вживую. И потом вот я позвонила Инне и попросила погулять с ней. И мы познакомились, и, получается, она разрешила погулять. Мы несколько раз приезжали к ней, гуляли с ней тогда. И потом уже мысля мелькнула, что попробовать ее взять. И Инна пошла мне навстречу, мы договорились, что собака большая, у нас кобель большой, двухкомнатная квартира, маленькие дети тогда еще были. И, получается, мы взяли ее на испытательный срок. Она была такая, никакая. Мы ее привезли домой, она месяц лежала на уколах, вот тут в коридоре, вот здесь вот. Мы ее кололи, обкалывали со всех сторон. И, получается, за этот месяц постепенно, постепенно, постепенно она привыкала к нам, к детям, к собакам. Собака привыкла к ней. И получилось, что уже привыкли, уже оставили ее себе. Потом она стала на ноги вставать. И как бы... И у нас был один раз случай такой интересный. Я только родила ее, мы взяли вот как раз ее, и мы гуляли здесь, и мужчина один подходит и говорит, вот зачем тебе собака? Я говорю, ну, мне нравится собака, это мои члены семьи. Он говорит, это до тех пор, пока у тебя ребенка не будет. А у меня дома вот эта грудная лежит. Старшая за ней смотрит, и там мы с ней уберем. То есть дома двое детей уже, да. Этой три было, ой, нет, одной пять было, а одна родилась. То есть, вот, Марин, смотрите, очень многие люди с появлением детей, наоборот, отдают животных, избавляются от животных. Ну, чем-то они там мотивируют, конечно, свой поступок. Как вы скажете, вот как растут дети с животными? Возможно ли это совместить без ущерба для детей, без ущерба для животных? Мне кажется, вообще никакой разницы нет. Вот мы ничего не поменяли в своей жизни. Так как любая мама моет полы, когда рождается ребенок, точно так же и мы моем полы. Так же там готовишь кушать, да, там протираешь этот стол, так же и мы протираем. Вообще ничего абсолютно у нас не поменялось. Единственное, что поменялось, это только вот у него мы перестали гулять именно вот по долгу. Потому что дома грудной ребенок был, я бегала гулять, когда она спала. Вот 10 минут утром она спит, старшая за ней приглядывает, 10 минут в обед, я побежала вот сзади дома, выбежали, 10 минут там часа в 4 и все. Вот он у нас гулял первое время вот так вот. Но несмотря на то, что это хаски, и потом вот кого-то просила родных посидеть, и все. И потом стали гулять вместе с коляской. И все. Ничего вообще не поменялось. То есть, если есть желание, можно прекрасно совмещать и нормальный режим, и нормальный выгул, и, как мы сейчас видим, абсолютно нормальное воспитание. Кроме аллергии, ну вот настоящей аллергии, мы сталкивались с настоящей аллергией, не мы в смысле, а у меня друзья, когда я видела, когда там ребят, мне кажется, вообще абсолютно ничего. Вообще. Ну, лишний раз только полы мыть. Ну, это... Это вот чисто из лени, что надо убирать. Да, шерсти больше, естественно. У меня ребенок ползал, и та, и другая ползала на этих собаках. У нас целая куча фотографий, когда она спит на нем. Вот кобель, взрослый кобель большой. Это появилось немножко позже. И она на нем спит, лежит, и все на свете. А вот как педагог, как профессионал, вы видите разницу? Вы видите пользу, например, от того, как дети растут, которые растут с животными? Чем они отличаются от детей, которых берегут в стерильной обстановке? Берегут от общения с животными? Есть ли разница между такими детьми? Мне кажется, вот если такие слова можно подобрать, брезгливость во всем. Брезгливость в общении, брезгливость в отношении. То есть у них нету... Ну, или, по крайней мере, она намного снижена. Это когда бабушки, не все любят бабушек, потому что это уже другое. Это уже не ребенок, не мама красивая, молодая. Это уже что-то там помочь, прибрать, убрать. Для них это проще становится, потому что они видят... Они видят все в жизни. Они пошли, убрали, пошли, подмели, пошли... Я извиняюсь за подробности. Вырыгал, пошел, убрал. Точно так же. Если они у этого могут принять это как должное, как вот само собой разумеется, их член семьи, точно так же и за мной где-то могут что-то помочь убрать, да, и точно так же абсолютно спокойно относятся к чьим-то недостаткам, ну, если можно так выразиться, да, чьим-то особенностям. У меня дети абсолютно, ну, спокойно... Ну, в принципе, каждый ребенок, если не делать на этом акцент, они не видят особенности у других людей. Это мы уже потом им прививаем. А вот это очень большой такой к ним довесок, плюс, что когда они растут с ними, это другое, это что-то другое, и этого в жизни очень много другого, и оно имеет место быть. То есть у них расширен как бытый зон. Да. Положение того, что есть в жизни, что возможно есть в жизни вообще, что у нас вокруг окружает. У меня у Даши, ну, не знаю, вот как сейчас, но до этого много, постоянно было в рюкзаках корм. И в одном, и во втором рюкзаке у нее постоянно корм. Одно время она заводила, она сейчас уже подросла, сейчас уже подросток, она заводила себе эту страничку по пристройству всех наших уличных кошаков в Инстаграме, все пробовала их пристраивать. Ну, для нее это в порядке вещей, она в этом выросла. Удавало ты их? Нет, не удавалось. Кроме как впихнуть кому-то своему, никому не удалось. Ну, или там что-то. Ну, понятно, знакомая ситуация. Не через Дашу, но вот пристроили, может быть, помните, овчарка была у нас тут такая, с ней тоже там много-много было историй у волонтеров, ловили ее очень долго, но Даши тоже ее выставляло все. Большой такой слепой, хромой... Овчарка с Востока 5. Да-да-да-да. Такая классика. Да-да-да-да. И вот Даша тоже его все фоткала, она как раз в школу ходила, он все время мимо. Вот. Ну, потом его пристроили, ну, девочки тут у нас с Востока 5, ну, вот она тоже его все пыталась пристроить. Марина, если можно, расскажите, ну, хотя бы в двух словах о ваших детях. Мы потом, если можно, с вашего позволения, у них тоже там пару слов ее возьмем. Можно вы? Моя старшая дочка Дарья, получается, ей сейчас 11 лет. Мы с ней, вот это у нас было обоюдное такое решение, взять собаку. Ей было тогда 3 года, и говорит, давай заведем собаку. Вот мы с ней взяли собаку. И, ну, вот она с 3 лет с ним растет, абсолютно спокойно. Все это, она там его чему-то учила, читать, писать и так далее. Дарья учится в 5 классе, она занимается джиу-джитсу. Младшую зовут Кира. Кира сейчас 6 лет, она учится в 1 классе, занимается танцами. Обычные, нормальные, здоровые дети со своими увлечениями и так далее. Единственное, что у Дарьи есть вот своя собака, она ее добилась. Это была ее история, мы ей разрешили. Ну, встал вопрос, когда вот о собаке, что либо я прививаю ей ценности, да, что мы вот, либо, ну, как я ей скажу, нет. Когда я пытаюсь ей вложить это с самого детства, да, что мы взвешивали, взвешивали. И опять же, Инна пошла мне навстречу, когда вот встал вопрос собакой, для нее лично, на испытательном сроке. И мы договорились, что у нас неограниченный испытательный срок, что если когда-то в жизни у нас станет ситуация, ну, мало ли, взрослый кобель, да, хоть они все и кастрированы, и стерилизованы, ну, мало ли, да, в жизни всякое бывает, что можно его вернуть обратно. Ну, вот он у нас уже живет третий год. Это полностью ее обязанность. Я не гуляю с ним. У нас нету, что две недели она с ним погуляла, вот она третий год с ним гуляет, она встает утром с ним гуляет, она идет вечером. Ну, за исключением только, если, например, она заболела или уехала куда-то с ночевкой. Я могу с ним погулять. А так, получается, она идет с ним гулять, и это ее полностью обязанность. Марин, а вот как вы считаете, животные помогают детям дисциплинироваться, или это нужен какой-то особый дисциплинированный ребенок, чтобы жизнь животного была, ну, нормальная, там, по режиму, там, и так далее? Может, у вас дети просто какие-то особенные? Нет, дети самые обычные. Мне кажется, здесь еще от родителей зависит, в каком плане. Мы сами их жалеем. Сначала мы, ой, ладно, 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 ой, что-то мне жалко, доча спит, как бы, нет. Доча взяла на себя ответственность. Мы взвесили, мы с ней поговорили, она согласилась, она видела все это до, она видела 6 лет, как мы гуляем с ним. Не просто так, она знала, что это нужно вставать и в мороз, и в буран, и все на свете. То есть у нее не было таких романтических представлений, там, что, как на картинке в Инстаграме, там вышла, там, красивая, пошла, там. Ну, это вы, может быть, у нее потом сами спросите, были или нет, но, вот, по крайней мере, что она это видела, она видела, что это надо будет гулять. То есть она понимала, какой это труд, чего это стоит? Да, что надо будет убирать какашки за ним, что надо будет, если что, там, еще что-то, да, нужно, там, ну, самое главное, наверное, вставать, да. И вот от родителей, что если мы дали ребенку ответственность, это его ответственность, если мы хотим, чтобы он вырос ответственность, значит, все, пусть это будет его ответственность. У нас не договор. Как только она отказывается с ним гулять, он возвращается в Котокафе. Если она хоть раз в жизни говорит, что все, я не хочу больше с ним гулять, мне не, все, он возвращается. Я с ним гуляю, это все, моя ответственность, только мне финансы с ним помогают, и все. То есть ты и кормишь, и моешь его в миску, и гуляешь с ним? Ну, гуляю и занимаюсь такое. А скажи, пожалуйста, он что умеет? У него, знаете, этот диван, я вижу, он хорошо у него получается. Смотри, как кот упал. Воровать мусор, действовать мне на нервы, действовать маме на нервы. А скажи, пожалуйста, ты жалеешь? Нет. Несмотря на то, что он ворует мусор, действовать на нервы не жалеешь? Нет, нет. А скажи, пожалуйста, мама сказала, что ты занимаешься каким-то спортом. Джоу-джитсу – это японское боевое искусство. А давно ты занимаешься? Два года. А у тебя есть какие-то, ну, есть чем похвастаться? Пару медалей и грамота. Тут много. Сестренка подсказывает, что медалей у нее много. А у меня две. А ты чем занимаешься? Танцами. Танцами? Мы много занимаемся. Мне кажется, тоже два года. Тоже два года? Я не знаю. Ну ладно, это мы сейчас у мамы узнаем. А куда ты ходишь на танцы? Танцы называются «Дар». Ага. Это группа такая, да? Ага. А что вы там танцуете? Один и тот же танец. Правда? Один и тот же танец. Два года. А как он называется? Феечки. Как? Феечка. Скажи, пожалуйста, а вот дома есть животное. Какое из них животное твое? Вот этот? Позови ему к себе. Жаль. Кс-кс-кс. Иди так. Жаль. Не. Не хочет. А почему оно твое? Почему этот кот твой? Я решила так. Он приходит ко мне ночью на кровать. Понятно. А кот старше, да? Кот самый старший. Да, ему 9. Ага. Ага. То есть он еще и на 3 года тебя старше, да? Но ты решила, что это твой кот. А в чем заключается, почему он твой? Ну, кроме того, что он приходит спать к тебе. Ты его помнишь? Потому что он пушистик. КОНЕЦ 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 Здесь живут собаки, которые маленькими щенками, которых мы обнаружили случайно. И периодически ходим их карать. Пытаемся немножко их пристроить, стерилизовать, кастрировать. Ну, и как-то немножко регулировать их численность. Получается, здесь одна мама. Вот как раз-таки сегодня утром мы ее забрали в клинику. Ее только что простерилизовали. От первого помета у нас было здесь 3 дочки. Вот Ави, которую мы с вами стерилизовали в прошлый раз. Которую как раз-таки одну убили сразу же после операции. И вот одна старшая осталась здесь. И плюс еще, ну вот в данный период осталось 4 щенка от второго помета. То есть получается, сейчас их вот здесь 5, а мамку мы забрали в клинику. Если не получится пристроить в дом свой, то хотя бы они будут здесь. Они уже не будут плодиться. С этой территории они практически никуда не уходят. То есть это не район, это вот насосная станция. Они тусуются чаще всего где-то вот здесь в округе. Ну, по крайней мере, они уже не будут плодиться. Это уже хорошо. Ну, а получится, будем пристраивать. Я изначально вообще кормила сначала кошек. А потом уже где-то потихоньку видела щенят, собак. Постепенно уже начала их видеть, где они приходить. Дальше я познакомилась с Аллой, моя соседка. Вот она мне показала точки, где собаки ходят. И уже потом с устреми познакомилась. И вот я так нашла щенят. Зачем это нужно? Ну, у нас дома собака была. Как бы любовь к собакам осталась. Ну, обнаружили, решили помочь собакам. Потому что жалко. Вот зима, а мы знаем, что они здесь сидят. И что мы сидим дома? Причем они и пропадают. Кто-то умирает от болезни, от холода, от голода. Вот, допустим, полторы недели, как пропал у нас один щенок. Мы его найти не можем нигде. До этого еще один пропал. Ну, уже когда он был маленький совсем. Вот так потихоньку они отсеиваются. И как-то жалко. А потом, когда начинаешь кормить, уже начинаешь всех к всем привык. Уже когда заболел, ну вот он болеет. Мадина отвозила в клинику, вот как раз в кафе первый, когда заболел чумкой. Ну вот мы знаем, что он лежит под трубой. Мы знаем, что он умирает. Ну вот, и мы приходим. И мы давай, Инна, возьмите нас в долг, пожалуйста. У нас нет, мы вообще реально нет денег. Это было прямо перед Новым годом, да? Мы его отвезли. И Инна пошли нам навстречу, просрочку. Мы частями отдавали за него, потому что... И был уже удачный? Нет, он умер. Он умер, да. Вот заболела Кнопя, самая маленькая из них. Ее мы уже своими силами, да, два раза в день. Уже возможности не было везти, да. Мы ходили сюда колотить. Вот ее вытянули, но у нее была не такая сложная. Тут уже прям слег, а у нее... Ну, потому что мы из этого поздно взялись, а за Кнопу мы сразу, как увидели, мы уже понимали. А Настя рассказала, какие признаки смотреть. Самые ранние. И мы уже стали смотреть, когда смотрим, все, пошло. И начали сразу колоть. Элис, стопа! 11 сентября 2001 года самолет, угнанный террористами, врезался в здание Северной башни торгового центра. И мирная жизнь сотен людей за одну секунду превратилась в хаос. Вместо того, чтобы в ужасе выбежать из горящего здания, пес по кличке Золотко вел своего слепого хозяина навстречу спасению. Эта история о собачьей верности так похожа на подвиги других собак, работающих сегодня в составе спасательных бригад в Турции и Сирии. Что заставляет животных заниматься спасением людей в рубрике «Интересные факты». Историй спасения собаками людей становится все больше. И этому есть даже вполне логичное объяснение. Зоопсихологи отмечают тот факт, что домашние питомцы в принципе стали больше любить человека, и в целом агрессивность животных по отношению к человеку в мире снизилась. Кинологи, например, говорят о качественных изменениях в поведении собак, даже так называемых бойцовских пород. Они отмечают, что собаки словно очеловечились. В целом они повысили свой коэффициент интеллекта, в частности стали понимать до 500 слов и переняли многие хорошие черты характера человека. За последние десятилетия мы уже привыкли, что собаки спасают тонущих, выводят из огня, предупреждают о землетрясениях, бомбежках и загораниях, согревают своим телом замерзающих. Собаки все чаще стали звонить в службу спасения. Причем делают это не те псы, которых специально учат этому на курсах, а те, кто просто изо дня в день наблюдал, какую кнопку нажимает хозяин, чтобы к нему приехала помощь. Но иногда четвероногие друзья совершают такое, что совершенно необъяснимо и буквально не укладывается в голове. Мария Триподи, жительница итальянской Аквилы, разрушенной землетрясением, своим чудесным спасением обязана собаке. Лабрадор Анджелина сбила Марию с ног, не давая войти в дом. Женщина была в ярости и уже думала о том, как наказать пса, когда на ее глазах здание развалилось. На прошлой неделе весь мир облетели фотографии мексиканского пса-спасателя Протео, погибшего под завалами здания, в котором он до последней минуты искал людей. Другой пес рвался на поиски, даже получив серьезные травмы. У собак тоже есть инстинкт самосохранения, поэтому объяснить их поступки можно только жертвенностью и любовью. За последние годы случаи целенаправленного спасения людей с животными увеличились. Жаль, что многие истории таких чудесных спасений остаются неизвестными широкой общественности. Может быть, это заставило бы людей по-другому относиться к животным. Удивительные лошадки, похожие на сказочных персонажей, но настоящие и живые. Обитают в Карагандинском зоопарке уже много лет и не устают удивлять посетителей своим дружелюбием и миловидностью. О крошках пони в сюжете Ирина Вобещевич. У кони длинная челка из нежного шелка Он возит тележку в такие края, Где мама каталась и папа катался, Когда они были такими, как я, такими, как я. Шетлендские тягачи покоряют посетителей Карагандинского зоопарка. Именно эти диковинные маленькие лошадки в последнее время притягивают все больше посетителей и в особенности детей. Как отдельная порода, официально выделенная конозаводчиками, шетлендские пони состоялся в 1890 году. Сейчас этих лошадей разводят не только в Великобритании, но и по всему миру. Это чудо, которым сегодня восхищается весь мир. Их приручили в Скандинавии. Впервые начали их применять в Шотландии на рудниках, шахтах. Тягловая лошадь. Видите, холки, они от 100 до 110 сантиметров. Толстые ноги, большая голова, вот грудь, широкая грудь. Они тяглые. Они тянут до 6, ну, больше своего веса, в 6 раз больше они могут тянуть. Тянули вагонетки в шахтах. Вы только представьте, эти шетлендские крохи тянут в 6 раз больше собственного веса. На наших это не проверяли, но поверим на слово. Обратите внимание на густую шерсть. Лошадки напоминают медвежат, и их так и хочется погладить. Шерсть, как мы убедились, грубая, длинная. Такая одежда просто необходима этим лошадкам, ведь на их исконных землях проживание климат не жаркий. Так что и у нас они в мороз чувствуют себя прекрасно. У них 5-6 пород. И уэльские есть, и испанские есть. Класс пони есть, но они более выведенные, изящные, они повыше. И у нас еще есть карликовая лошадь, мини-лошадь, карликовая лошадь фалабелла. Шетлендские пони до недавнего времени признавались самой мелкой породой среди лошадей, пока заводчикам не стало известно о фалабелле. Фалабелла – какое звучное и красивое название у этой лошадки, что в два раза меньше шетлендского пони. Кто ее впервые видит, просто не верит, что такое могла создать природа. Лошадь размером с крупную собаку. Карагандинский фалабелла – мальчик, и держат его отдельно от других пони, так как они начинают соперничать. Да-да, у всех этих лошадиных миниатюр, норов тот еще. Почему вот эту алабеллу сюда не запустят? Фалабеллу, потому что они будут драться. Серьезно? Да. Это несмотря на то, что они такие милые? Нет, они буйные. Вот эти, допустим, карликовые жеребцы пустят, нашим большим лошадьим жеребцам они дерутся. То есть характером? Характером, да. Кстати, в этих вольерах одни самцы шестера и фалабелла седьмой. А в дальних отдельно поселились две прекрасные самочки. Белоснежная и пятнистая дамы подрастают и, возможно, скоро познакомятся с мальчишками. Есть надежда на образование пары и приплода. Стоят все эти крохи огромных денег. В выходные в зоопарке детвора может покататься на этих пони. Именно таково их предназначение сейчас в мире. А еще они поддаются дрессуре и выступают. В последнее время их используют в качестве поводырей. Пони выполняют ту же роль, что и собаки поводырея. И выпад терапии. Нельзя к животным подходить с человеческой меркой. Их мир старше нашего и совершеннее. И сами они существа более законченные и совершенные, чем мы с вами. Животные — не меньшие братья и не бедные родственники. Они — иные народы, вместе с нами попавшие в сеть жизни, в сеть времени. Такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий. Животные — наши соседи по планете, писал Генри Бестон, известный американский писатель-натуралист. И именно от человека зависит, каким будет это соседство. А мы прощаемся с вами до следующей субботы и обещаем вернуться с новыми историями о наших пушистых и пернатых друзьях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова